Продолжение следует... Одна голова хорошо, а две не положено по штатному расписанию. Вы в курсе, что сокращение работников в 2016 году будет довольно масштабным? Здравствуйте, я Инга Габеш, и эта программа в курсе. Здесь мы говорим на разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. На сегодняшний день затронула сочинцев и волна сокращений. Из-за оптимизации расходов предприятий разных отраслей работы лишились уже более 300 горожан, на очереди столько же. Но в Центре занятости населения города Сочи есть свои способы трудоустройства граждан. А вот какие нам расскажет заместитель руководителя Центра занятости населения города Анна Примакова. Здравствуйте, Анна Владимировна. Здравствуйте. Для начала скажите нам, пожалуйста, какова сегодня в целом ситуация на сочинском рынке труда? На сегодняшний день в Центре занятости населения города Сочи на учете состоит 967 человек. В качестве ищущих работу к нам уже обратилось порядка 2600 человек. Уровень напряженности на рынке труда сейчас составляет 0,4%. То есть я бы не сказала, что особо повышается уровень безработицы. А что касаемо вакансий. В прошлом году в базе Центра занятости было 4000 предложений, в этом году, если не ошибаюсь, в два раза меньше. Да, на данный момент у нас в базе данных вакансий более 2500. Да, вакансия у нас уменьшилась. Ну, так как сокращения проходят везде, да, ликвидируются организации многие, поэтому вакансии упали. Да, количество вакансий у нас снизилось. А какие отрасли больше сегодня чаще подвергаются сокращению? На сегодняшний день у нас практически все отрасли подвержены сокращению. Но большее количество людей сокращают в таких отраслях, как санатурная курортная отрасль, финансовая отрасль, также государственное управление. В большей степени сокращаются. И все приходят сразу к вам становиться на учет? Ну, все уведомлены о том, как это, какой порядок постановки на учет. Конечно же, все обращаются в службу занятости в определенные сроки, конечно. И поподробнее тогда, какие это должны быть сроки, если вот пришла эта неприятная новость о сокращении, как себя правильно вести, о чем нужно позаботиться, куда обращаться? В первую очередь, наши специалисты от службы занятости выезжают в организации, в которых непосредственно планируется сокращение. Мы проводим предувольнительные консультации. На каждой консультации мы объясняем работникам, куда им обратиться, в какие сроки, что для этого необходимо, какие документы необходимо предоставить. Поэтому, если работнику сообщили о том, что он попадает под сокращение, во-первых, его должны уведомить об этом в письменной форме за два месяца до сокращения. Если это индивидуальный предприниматель, тогда за две недели уведомляют работника о том, что его будут сокращать. При массовом сокращении штатов работника уведомляют за три месяца. После течения двух месяцев, когда работник получает на руки трудовую книжку, а мы все знаем, что работник на руки должен получить трудовую книжку в день увольнения, в течение 14 дней необходимо обратиться в службу занятости и встать на учет. Если эти условия соблюдены, то, конечно же, мы будем стараться и делать все для того, чтобы, во-первых, работника бывшего устроить на работу. Но если же не получится устроить на работу, мы выдаем справочку решения о предоставлении заработной платы за третий месяц. И работнику выплачивают среднюю заработную плату за третий месяц. Он признается официально безработным? В течение 11 дней. Помимо всего этого, в помощь безработным, в том числе работников, которые попали под эту волну сокращений, в Центре занятости населения работает несколько программ, в том числе краевая целевая программа содействия занятости населения. Расскажите, пожалуйста, что в рамках этих программ вы предлагаете? У нас краевая программа содействия занятости населения включает в себя ряд мероприятий. Прежде всего, это профобучение. Когда люди к нам становятся на учет и со сложившейся ситуацией в каких-то моментах тяжело устроиться на работу, мы можем нашего безработного переобучить или повысить ему квалификацию. Или просто пройти курсовую подготовку, если у человека нет образования. То есть помочь ему устроиться на работу. Курсовая подготовка у нас различная. Мы обучаем и на кассиров, и на бухгалтеров по программе 1С. Вот сейчас у нас проходит версия 8.3. Мы обучаем основам предпринимательской деятельности, обучаем электрогазосварщиков. Ну, то есть различный у нас спектр профессий, на которых мы обучаем наших безработных. Помимо профобучения, также у нас есть программа «Первое рабочее место», которая помогает нашим выпускникам среднепрофессионального образования в возрасте от 18 до 20 лет. Мы также устраиваем на работу в рамках данного мероприятия. Помимо зарплаты наш выпускник может получить материальную поддержку от центра занятости. Ну, эта программа у нас временное трудоустройство. Вот, после нашего трудоустройства уже работодатель смотрит, насколько ему понравился сотрудник, как он себя позиционирует. И в таком случае он берет его на постоянную работу. То есть тоже помогаем, продвигаем. Здорово. Да. А что касается все-таки программы переобучения и профобучения, можно ли сказать, что с новым трудоустройством везет горожанам, которые все же прошли эту программу профобучения, повысили свою квалификацию и переобучились на специалиста, востребованного именно на сочинском рынке? Ну, у нас все обучение, переобучение, да, мы анализируем наши вакансии и обучаем, конечно же, по востребованным профессиям, чтобы это было не зря. И после обучения у нас безработные трудоустраиваются в порядке 99%. То есть практически все безработные, которые переобучаются или обучаются, все устраиваются на работу, все довольны. То есть работу найти можно? Работу найти можно. Работа есть. Да, работа есть, было бы желание. Какие специальности, может, повторим, для переобучения вы предлагаете, чтобы все запомнили, услышали? Мы предлагаем такие специальности, как оператор персональных компьютеров, кассир торгового зала, бухгалтер по программе 1С, версия 8.3, основы предпринимательской деятельности, такие как электрогазосварщики, горничные, то есть различный спектр. Ну а чтобы увидеть, как работает Центр занятости населения в этот период, предлагаю посмотреть наш сюжет. Центр занятости населения Сочи сегодня работает не в авральном, но в активном режиме. Безработных больше, а вот вакансий все меньше. Спрос на работников, как известно, сократился. Потребность осталась лишь в горничных, поварах, сантехниках, электромонтерах, медсестрах, рабочих, зеленого хозяйства. Чтобы устроиться в это нелегкое время на работу, сочинцы взялись за учебу. Поток людей, конечно, увеличился, и в том числе и на профобучение. Желающие, буквально, мы принимаем порядка 10-15 человек в день, которые хотят пройти обучение. Если человек прошел подготовку профессиональную или переподготовку, ему легче найти работу. Риски потерять работу сегодня есть у всех, отмечают аналитики. Продажи падают и сдержки растут. Пик безработицы еще впереди. Поэтому еще одна профессия с условием, что она востребована на сочинском рынке труда или тот же сертификат о повышении квалификации – это своеобразная страховка для соискателя. Тем более, что все курсы по профобучению, которые длятся от недели до полугода для сочинцев, совершенно бесплатны. Я инженер-эколог по образованию, высшее техническое образование. Узкая специализация, поэтому пока трудновато. Я готова переквалифицироваться на другого специалиста. На сегодняшний день от занимаемых должностей освобождено 300 горожан. Еще столько лишится работы в ближайший месяц. Полторы тысячи вакансий, имеющихся в базе центра занятости, не помощники в борьбе с безработицей. Безработных активно принимают работодатели, которые вновь открываются. Эти более активно принимают к себе. А, к сожалению, все остальные, на сегодняшний момент у них идет какая-то стагнация. Все-таки тут открывается еще сегодня? Да, да. Регистрируется много ООО. И, к сожалению, не все доходят в центр занятости для сдачи отчетов. Но хотелось бы, чтобы они все обращались именно к нам за предоставление госуслуги. О том, что помогать безработным в поиске работы стало сложнее, говорят и сами специалисты биржи труда. Неутешительную новость сегодня в очередной раз сообщили и оператору котельной Алексею Марченко. Я работал около года на парусиловом цехе мясокомбинате оператором котельной четвертого разряда. Попал под сокращение. На сегодняшний день ничего не нашли. Признали меня официально безработным. Если не в поиске работы, то в переподготовке. Здесь, разумеется, готовы помочь не только сочинцам, попавшим под сокращение, но и инвалидам, пенсионерам, а также молодым мамам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком. Программа поддержки работает и для начинающих индивидуальных предпринимателей. Им, кстати, гарантирована и материальная поддержка. Все эти программы, в том числе краевая целевая программа содействия занятости населению, они очень выручают наших горожан, в том числе попавших под сокращение. Сколько же длится эта программа переобучения и нужно ли за нее платить? Все услуги, предоставляемые службой занятости для наших безработных, абсолютно предоставляются бесплатно. Курсы у нас профобучения проходят в зависимости от профессии. Если это охранник, электрогазосварщик, то приблизительно 3 месяца у нас проходят курсы. Курсами, курсовой подготовкой у нас занимаются специализированные центры. Помимо этого мы заключаем договор еще с предприятиями, на предприятиях обучаем наших безработных. То есть по-разному. Все налажено уже? Все налажено, конечно, система не одного года. Ежегодно мы обучаем наших людей, поэтому... Проблеме безработицы уделили внимание городские власти. Глава города провел встречи во всех четырех районах курорта с местными жителями, которые находятся в поисках работы и с потенциальными работодателями. На сегодняшний день в службе занятости по Вазаревскому району зарегистрировано 111 человек безработных. Некоторые из них, как манны небесные, ждут начала курортного сезона. По данным налоговой службы, в районе зарегистрировано всего 4597 предпринимателей. Для сравнения, в центральном районе их 8537. Глава города лично встретился с бизнесменами, потенциальными работодателями и соискателями, кто никак не может найти работу. Пенсионеры, мы говорили, это категория наших горожан, о которых, в итоге, мы будем заботиться. И я ощущаю, что будем для нас все меры, чтобы эта категория была носить. Все-таки, она защищена от всех этих экономических проблем, которые мы должны быть возникать. Но при этом, я задаю это, что работоспособное население должно работать. Сегодня в стране в целом, и в Сочи в частности, уделяется значительное внимание малому и среднему бизнесу. Разрабатываются и внедряются программы поддержки для начинающих предпринимателей. В крае действует система так называемых налоговых каникул. 17 миллионов 800 тысяч рублей выделили в 2015 году в городе Сочи из местного бюджета на поддержку начинающих бизнесменов. Мы субсидируем предпринимателей, которые зарегистрированы менее 12 месяцев, осуществили приобретение основных средств или оборудования. И такой предприниматель у нас может получить поддержку до 300 тысяч. Что является безусловным подспорьем для предпринимателей, которые еще не встали на ноги, по сути дела. Они могут продержаться намного за счет этих средств. В 2015 году у нас реализовывалось мероприятие по компенсации первоначального взноса по лизинговым платежам. Целевой аудиторией такой поддержки являются у нас производственные компании, сектор показания транспорта на консулы, строительные компании. Средняя сумма субсидий по этой поддержке составляла 800-миллион рублей на одного субъекта предпринимательства. Также в прошлом году предпринимателям компенсировали часть процентной ставки по кредитам в сумме до 300 тысяч рублей. За такой поддержкой в основном обратились предприниматели Центрального и Адлерского районов. Лазаревцы же пока живут от сезона до сезона. Анатолий Пахомов дал поручение, чтобы начинающие предприниматели могли подавать заявления на поддержку их деятельности не в центре Сочи, а непосредственно в районном МФЦ. Существуют сегодня и выгодные кредитные пакеты для желающих заняться своим делом. Действуют в крае специальные фонды, которые оказывают начинающим бизнесменам всестороннюю поддержку. Также мэр поручил чиновникам Лазаревской администрации курортному сезону сделать торговые ряды исключительно для местных жителей, выращивающих на своих приусадебных участках овощи и фрукты. Причем предоставлять их местным пенсионерам будут бесплатно. Маститые предприниматели, такие, например, как Аркадий Тавадян, уже не один десяток лет в бизнесе. Он точно знает все тонкости этой кухни и говорит открыто. Впереди самые тяжелые месяцы для лазаревцев. Деньги от предыдущего сезона уже на исходе. Новый поток туристов будет не раньше мая. Но как бы ни было трудно, готов принять в свой коллектив еще несколько человек. Ведь работа людям необходима, как воздух. Мы к инициативе главы города отнеслись с большим пониманием. И это понятно, что это все делается на правильном уровне. В сознании предприниматели осознают и понимают, что если одном, двум, трём бабушкам, дедушкам хотя бы на полставки или на ставку взбить на работу, это будет для них очень большой толчок. Это вопрос и совести, и вопрос семейного бюджета и всё-всё-всё остальное. Екатерина Верховец без работы больше полугода. Регулярно просматривала объявления в бегущей строке и в газете, но не находила подходящего варианта. Со встречи женщина уходит уже трудоустроенной. Очень плодотворная была встреча. Мне очень понравилось, кстати говоря. Всё излагалось доступно. И, во всяком случае, нашла я себе и работу. Слава Богу. Не на полный, может быть, рабочий день, а там уже как договоримся. Так несколько человек ушли со встречи с уверенностью в завтрашнем дне. Молодых людей, желающих работать на себя, но не имеющих начального капитала, заинтересовало возможность получить помощь от администрации города. Обеспечить себе достойную жизнь вполне реально, отмечают власти. Все условия на курорте для этого созданы. Многие сотрудники, опять-таки, проблема того, что мало вакансий в базе у вас. Многие предприятия ищут сотрудников не через вас, а по интернету. Не подают отчеты об имеющихся вакансиях и, проще говоря, скрывают эту информацию. Вот какие рычаги воздействия есть на них? Как вы с ними пытаетесь наладить работу? Законом Краснодарского края от 23 июля 2003 года об административных правонарушениях непредоставление или несвоевременное предоставление информации от работодателя о имеющихся вакансиях грозит для работодателя штрафом от 3 до 5 тысяч на юрлицо. Мы составляем ежемесячно, проводя анализ, какие предприятия они подают сведения о вакансиях и ежемесячно уведомляем работодателя о том, что им необходимо обратиться в службу занятости с информацией о вакансиях. Так и воздействуем законами. Также статья 4.1.2 говорит о том, что если работодатель не исполняет постановление о квотировании рабочих мест, то есть он не создает в своей организации вакансии в соответствующей квоте, также мы штрафуем эти организации в обязательном порядке. Но мы уже наладили эту работу, у нас организации стабильно обращаются, создают рабочие места по квотированию. Также штраф от 3 до 5 тысяч, если не предоставление повторно, уже до 10. Делаем все возможное, чтобы привлечь наших работодателей, проводим встречи, совещания, круглые столы, доводим до наших работодателей, что необходимо предоставлять сведения, так как все организации, зарегистрированные на территории города Сочи, в обязательном порядке должны состоять на учете в Центре занятости населения. Анна Владимировна, огромное спасибо за исчерпывающие ответы. На этом время нашей программы истекло. Добавлю, что в данной ситуации остается только учиться, а делать это, как известно, никогда не поздно. А вообще аналитики успокаивают. Увольнять тех сотрудников, которые добросовестно выполняют свои обязанности, никто не собирается. Если вы относите себя к таковым, то сокращение 2016 года вас не коснется. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...